работа идет какие-то нюансы же есть однозначно есть настолько я вам проработаю по мелочам вообще все стали цеплять вы не заметили что стали мелочи скрываться все кто заметил в практике все что не трогали стали скрывать с дыханием вот последнее время я стал трогать недоработки все я про это и говорю по мелочам стали цеплять ну а конкретно что-то может кто-то сказать у кого-то что-то открылось чакра открылись какие ради процента вчера была степенно стопоцент ну давай окей ладно тяжело ну давай Получился одно от массы. А, это было в классе? Да. Ты имеешь в виду показ? Я выведу ноги к ногу и показал другу. Не выводя. Раз. Хорошо. Процесс идет. Окей, ладно. Тяжело все, но я одно могу сказать, это мое видение, что реально работа стала лучше у всех. Все, кто уходит, все трансформируются однозначно. Получают какой-то глубокий переход в настоящую практику, где действительно идет работа. Это видно, и я это отслеживаю, что действительно у каждого какого есть какой-то прогресс. Поэтому я хотел это заметить. Если вы не видите, я все вижу. И что бы я хотел сегодня сказать? Ну, я же вас прошу поделиться, вы молчите. Прогибы стали глубже? Прогибы стали глубже? Прогибы. И за счет этого что получается? Прогибы. Прогибы. Вот, видите? Сильные ноги в прогибах, оказывается, собирают тело в целом. То есть оно что дает? Первое, оно укрепляет, дает стабильность, да? И за счет этого прогиб сам становится глубже, да? Вот. Это же реально работает. То же самое и Александру говорил. Через ноги все. Через ноги. Да. Вот так немножечко приходит, что я не только думал. Значит, вы не достигаете, что-то, да? И с ногами сильно. Ну, невозможно просто это быстро двигаться. То есть по мере того, как вы развиваетесь в практике, вам дается еще больше. И это бесконечность, понимаете? Потому что если мы берем первую серию, да? Это первая серия. Там есть свои какие-то, как сказать, узлы, которые надо перейти. Потом вы переходите во вторую серию, там то же самое. Еще больше начинается работа, еще глубже, соответственно. Чем дальше идешь? Во вторую, это первая основная цена. Вот. Мне вот это как раз и надо это слышать. Да, вот это интересно, да. Но конкретно можешь что-то раскрыть, да? Да. Конкретно? Да. Эриканасана другая вообще. Да. То есть, ну, я так понимаю, что по запятой это раскрывается. Да. 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 100%. Но что еще? Асаны, которые, например, для кого-то сложный, ну, например, стоячий блок, да, вот как сейчас Геннадий сказал, они становятся легче. Потому что начинает, ну, да, раскрываться все, и те асаны, которые в начале, они уже просто стоячий блок, он просто свистит. То есть, он действительно для разогрева, да. Ну, не вызов там надо сложно, захватиться не могу там, раскрыться не могу, а он просто уже как... То есть, его нету. То есть, его как будто нету. То есть, он стоит из-за того, чтобы реально разогреться. Ну, это как бы уже уровень какой-то, да. То есть, поначалу это тоже работа частично сложная. Вот, видишь? Вот это интересно вообще сделать. По поводу... По поводу... По поводу... Я сейчас буду поставить, что-то много легче, но, как это... По поводу, потому что она лучше и легче становится. И легче. Как это... По техническому плану она становится как-то лучше, дальше. Делать лучше на технике и на дыхании. Если раньше работала на силе, на чем-то там еще делать... На физическом аспекте. Сейчас перешел уже в дыхание. Вот, там силы, ну, уже что-то нет. Чтобы не... Нет, но все равно, если у тебя не получается ассам, то ты в любом случае напрягаешься, так? А когда у тебя получается технический правиль, то у тебя уже просто дыхание и без напряжения. А что после второй силы? Потому что во второй силе это что? Идет лучше раскрытия. Можно везде на затыке или на другую сторону. Здоровье противоречит? Нет. То есть вот те затыки, которые они там висят, они в первое, ну, ты думаешь, что нормально ты делаешь, да? А потом на самом деле два ворота в каждую сторону, а потом будем совсем массово остановить. Да, это факт, это интересная тема. Действительно, и получается некая связка такая логическая. То есть сначала ее нету, а почему здесь это ассам стоит, да? Ну я и про первую, и про вторую. А потом ты понимаешь логику, что тело потихонечку начинает, ну, как бы гармонично, да, без всяких там... То есть у каждого уже есть какой-то опыт, да, там, вхождение по 3D классам там, где, не знаю, у всех, у всех, там, хатвы йога, да? И там комплекс как бы строится, ну, не всегда корректно, да? То есть это такая сложная схема, вот. А здесь это все прям вот со временем ты чувствуешь, что тело оно потихонечку естественным образом раскрывается, 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 раскрывается. Потом компенсация, если мы вторую серию берем, да? Прогибы, потом ты компенсацию делаешь после прогибов, вакасана, да? Потом скрутил еще больше компенсации. И поехал дальше. А дальше это нога за головой, нога за головой, нога за головой, а это и есть таз как раз. Очень мощная работа. Словом, можно оцлить? Можно оцлить? Оцлить? Оцлить, пожалуйста. А вы говорите, как ли это? Как ли там компонент? Я про это и говорю. Про это и говорю. Здесь прям, как ли, очень хорошая логика просвечивается. Если мы берем первую серию, смотрите, да? То есть вы стоячий, ну, суринамаскара, закрываете тело, да? Стоячий блок, он, если вы обратите внимание, это тоже раскрытие, закрытие таза. Вы стоя, вы загреваете таз, стоя, да? То есть скрутка, раскрыть, скрутка, да? Потом фарсорита, ну, я сейчас про триконастное говорю, да? Потом фарсорита тоже, таз. Таз, туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Таз закрыт, таз раскрыт. Потом опять на таз. Все. Потом опять буткатасана, потом бирпадрасана, опять таз закрыт, таз раскрыт. Все. То есть надо подготовить все. Сели, то же самое, только уже сидя. Понимаете? Понимаете? Вы весь, получается, дон абасаны раскрываете, готовите его. Вы его разогреваете. Все. Потом идут три самые сложные асаны. Кудшипидасана, 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 ну, там четыре, да? Гардхаппиндасана. И все. А потом опять то же самое. А потом опять поехали. Опять все. Да? Наскрытся, да? Наскрытся, да? Наскрытся. Все. Все. И это сложно, но в середине самое сложное. Это, знаете, можно представить, я когда начинающему у нас есть введение, да, я проговариваю такой вариант. Смотрите, есть как гора, да? Вам надо забраться на гору. И вот вы начинаете. Суринамаскара, стоячий блок, сидячий комплекс, давасана, все. Ну, то есть, дошли, да? Разогрелось тело. И поехали. Ну, три асаны, да, там, в пик. И потом поехали вниз. В балансе. Ну, вот Геннадий зацепил интересную тему, да, действительно, что, начиная делать вторую серию, первая серия, она уже отрабатывается не физически, а с дыханием. Хорошая тема. Да, потому что уже тело еще больше подготавливается, и те асаны, которые были как вызов, они уже работают со с дыханием. Вы не все проговорили. Вы проговорили только с дыханием. А вы же еще работаем с банками. Вот, как вопрос этот. Вы работаете с банками? Вот, опять же, картина та же концепция, да? То есть, пока сложно, мы их не трогаем. Потому что физический аспект, как бы, хватает, да, там. И не всегда, не всегда асаны получаются. И еще, если мы добавляем банки, то могут асаны не получаться. Ну, либо это сложно, либо непонятно, либо вообще непонятно, что. Тема с банками, насколько актуальна? Тема с банками, насколько актуальна? Сначала будет понимать. Ну, если не раскрыть разобретение, и плечи не раскрыты, то можно понять. Это следующая интересная тема. Действительно, так и есть. Потому что, ну, сейчас я, допустим, начал опускать плечи, да? За счет плечей. Вот здесь как-то получается такой формат, да? И я надеюсь, что она останавливается. По-моему, это будет, понимаешь? И за счет этого она будет чувствовать себя. Подъем. Подъем, тонус. Вверх, вверх, вверх. А ты вот делаешь, да? Да, и над плечами, как бы, давишь вот сюда, вниз, в позвоночник. И вот здесь, как бы, получается такое, ну, сложное действие, да? Как-то вакуум получается. За счет этого вакуума, там, уже это начинается. Именно просто лучше идти. И, ну, вообще, все, все остальные лучше. Получается. То есть, вытягиваешь сильнее, вытягивается позвоночник пленок. Значит, как-то. У меня не получается. Когда, когда есть концентрация, тогда да. Я прямо ловлю себя в шоку, я отпустил лопатку. И, ну, я ловлю себя в салон. И я. Тогда раз, вот, взял, вот у нас совсем получается. Вот за счет этого, за счет концентрации. А ногу постоянно. Ну, опять же, если я говорю, что если не концентрация, она отпускается. Концентрация – это внимание в этой области. Да, это очень важно. Потому что это, если можно так сказать, середина нашего тела, как раз где Малабанхура Дьяна Банха находится, она как вступает в роли, как ты сказал, она поднимает. И она действительно поднимает. То есть, что она делает? Она вытягивает, во-первых, все асаны. Вытягивает. Как ты сказал, плечи раскрывают, да? То есть, она начинает помогать. Это первое. И самое главное, Диньясов тоже. Она дает возможность сделать лифтатор. Да. Она запускает. Поэтому, поэтому и перевод у Дьяны. Я. Вон из класса. Два. Завтра с родителями. Завтра с родителями. Понедельник с родителями. Понедельник с родителями. У Дьяны перевод, она так и есть. Перевод у Дьяны это взлетающий. 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 Перевод у Дьяны. Ее функцию поднять вверх, вытянуть. Если Малабанха она сжимает, а вторая мышца, это одна линия, она начинает идти вверх. И все. Если вы помогаете себе телом, то есть вы знаете, не просто плечи. Плечи это грубо сказать, но я в последнее время так не выражаюсь. Я говорю, что это как раз урок уже по дыханию. То есть мы помогаем себе всем телом и всеми мышцами. То есть мышцы достаточно их много. И с передней части, да. И с задней части тела. Которые помогают нам раскрыть все. И вот эта вот тема, она как раз начинает все, ну это просто вытяжение, дополнительное вытяжение всего тела. Это только про мышцы, это верхняя часть, ну как бы не внутренняя. А есть же вот как раз банки. Это сложная тема, но они там есть. И почему начинающие, они даже не знают. Есть такая, я не знаю, видите ли, есть в инстаграме, не приложение, а какой-то, в общем, аккаунт, короче, короче, инкоррект метод, понимаете. Там картинка такая, две сосульки висят. Одна вис стоит, а вторая начинает капаться на камеру, таять. И одна подписана, одна и вторая говорит тебе, ну подними, подними. Он говорит, сожми, сожми. Короче, все, что инструктора говорят по йоге, типа по поводу банки. А та, она не понимает, что происходит, и она это начинает. Понимаешь? То есть тут вопрос в чем? Ты можешь говорить, я не знаю, на каком языке там уже все, все репрезентации, да, там, и с физического, и ум, и визуально, то есть все показал, а человек все время понимает. Вот что такое банка на начале, вот так? Мне это непонятно. Ты можешь философию целую развить, а это непонятно. Ты сейчас, кстати, непонятно? Непонятно. И только вот на каком-то уровне уже, да, когда ты понимаешь, что ты нашел эти, ты до них дошел, ты их нашел, вот они. Они начинают реально тебе помогать. Помогать, да? Это же внутренние мышцы. Да, это фасы, это хор. Ты вспоминаешь то, что тебе говорили трибуны. В фитнес-клубе они не работают. Нет, это совсем другая история, это не фитнесовая история. Фитнесовая история – это кубики, вот. Кор – это кубики. Да, мы сейчас тебе здесь все поправим. А это не то, это фасцы, это тонкие мышцы. Там они там находятся. Как ты на них дойдешь? Это нереально. Я когда пошел на первый раз на Афрад Гаевку, ну, там, кому-то я пришел и там не очень, но, однако, опыт и принял. Они говорили много ресурсов. Они говорили по-прежнему. Все боксеры берут все супруги, все кривые, все косые, и критики, и критики, и критики, и критики, и критики. И я раз поднимал. И вот только сейчас понимаю, что у нас с ним в голове было сначала в просыпи. Я утром просыпаюсь и чувствую, что у меня так, значит, какие-то движения в плечах реально, знаешь, там, и сустав куда-то уходит, там, куда-то уходит, куда-то сустав. То есть только сейчас. Это, на самом деле, не дешевая вещь, эти банки, потому что до них надо дойти. До них надо найти. Но, смотрите, мы зацепили только о том, что они поднимают, они помогают. А если мы просто берем физический аспект, то они укрепляют еще тело. Они укрепляют позвоночник, самое главное. То есть они, это мышцы, которые идут вдоль позвонка, они держат позвонок в тонусе. И естественным образом, ты говоришь, плечи, да? Плечи тоже, то есть позвоночник не сутулится, он вытягивается за счет этих мышц парц, и начинается все тело, оно начинает открываться. А наша задача йоги вытягиваться, до вытягиваться. То есть все зажатые области надо активизировать. То есть где зажато, надо активизировать, а где слабо, укрепить. То есть все, это и есть практика йоги. Вытяжение и укрепление. Но не на уровне фитнеса, да? А на уровне уже тонких вещей. А это и есть мулабанха, диянбанха и фасцы, которые вокруг все вот это держат. Это очень большой лабират мышц. Но чтобы до них дойти, надо поработать. Хорошо, но у вас. И тогда они, а? Посмотрите, мы так все устроены. Да. Так а есть же. Есть мулабанха. Да нет. Есть мулабанха. Есть мулабанха. А что ты увидишь? Ты увидишь кучу мышц? Да. Ничего ты не увидишь. Ты можешь пойти на выставку, сейчас идет на урок. Там ты не увидишь этого. Там анатомия. Такая грубая, так сказать. Там, хотя бы не было понятно, где что нет. Есть книга. Называется Анатомические поезда. Там есть. Она есть у меня. Я могу принести ее, если интересно. Ее можно купить в PDA формате за 200 рублей. Вот так. Просто скачать. Есть еще Андерман Гизбель книга. Там тоже прям отрисовка мышц фасана. Да. Так как выхватка. Прекрасная книга. Там все. Где что равно. По фасанчику. Ну вот по йоге, да. По йоге они там. Мерфас. Да. По местным поезда и мерфас. Да, да, да. То есть, смотрите. Мы сейчас спили первую тему из дыхания. Это важный аспект. Да. Самое главное. Надо понять, что дыхание помогает нам. Вас. Оно помогает. Улучшить асану. Я думаю, что если так, может быть сложно. Но в прогибах, я думаю, все это станут. Да. Если вы неправильно вдохнете. Будет сделаете, да. В прогибах. То вы не выйдете. Сложно. А когда дыхание, оно гармонично, вы выйдете. Понимаете? То есть, так же и в асану. Если вы не поймали, а это и есть техника меняться. То есть, если вы ее рушите сами, да. И вы не знаете где. То она вам не будет помогать. Она будет, наоборот, уснуть. Анти. Анти. А если вы четко понимаете, да. Программа передовой. То она. Ну вот баланс, да. Вы выдох сделали и на вдохе. Оп. Да. Либо вы меняете. Вы делаете на выдохе. И вы увидите, что тело оно заблокировано. Да. Есть так? Потерялись чуть-чуть. И все. И она уже не получилась. Потому что, ну, опять же с концентрацией, да. Пропустили дыхание. Ушли на другой какой-то аспект работы. Чуть-чуть там. Физика там, да. Запутались там. Еще что-то. Ну, вот класс, да. Ну, или, по-моему, мастер класс. Банчонка не поймешь, как банк будет. Да. Вторая тема эта с банком. Да. Она вам, она вам просто помогает вылетать. Она просто вам помогает вылетать. Вылетать. Ну, то есть, вопрос в чем. Вот работа с банком. Пока вы сидите. Вопрос не возникает никакой. Ну, когда вы задаете вопрос. А как подняться? Оторвать свою попу от пола. Вы ее так не поднимите. Просто на физическом взгляде. Вам придется учиться. И работать с банком. Поднимайте лифт там. А банки они как раз там стоят. Почему аштангисты все летают? Потому что они, ну, там. Астризованные, сертифицированные там. Да, астризованные там. Вы посмотрите ролики, они летают. Ну, так, если человек, который не видел никогда. И посмотрел. Ну, если еще асаны более-менее понятно, да? Там суставы, там все нормально, там все раскрыто. Ну, как он летает? Да. Ну, есть остальные люди, которые, что он произвольные получаются. Нет. Какие-то вопросы? Нет. Даже не особо. Он произвольные. Ну, я верю. На первый взгляд? Нет. Не знаю. Ну, как? Он там не задумывается. Нет. Он может не задумываться, сколько он работал, чтобы это сделать. Ты спросишь, и он тебе скажет 15 лет. Я уже пошел. Вот так. Какие вопросы? Ну, вот если брать гимнастику, да? Гимнастику. Да, да. Конечно, он не включает на что-то. Гимнастику. Поэтому они все ломаются, первое. Они не укреплены. У них гибкость есть, а силы нет. Не гармонично. Гимнастики? Да. Гимнастики, силы есть. Ты что? Они гнутся там во все стороны. Ну, спортивные гимнастики. Гимнастики. Гимнастики тогда разные бывают? Художественные. Художественные гимнастики. А какой вы гимнастики? Там, где нам рульсер находиться? Спортивные гимнастики. Спортивные гимнастики. Ну, смотрите, ты запомнила что-то? Я запомнила. Вопрос в чем? В чем разница? У нас есть питание, а у них нет. Понимаете? А если вы знаете, что такое питание, к чему оно ведет? Оно на самом деле много функций пробует. Мы сейчас просто конкретно эту тему. То есть она затрагивает момент расслабления. То есть если вы глубоко дышите, спокойно, вы расслабляетесь. Если вы расслабляетесь, вы можете уйти на тонкую работу с мозгами и проработать какие-то психические вещи. Мы это говорили на прошлых наших встречах. Они с этим не работают. Им чисто нужно физический акцент делать. То есть просто фигуру. Да? Да, упражнения. То же самое мы можем делать чисто асу. Если мы не дышим. Если тело попадает. Но йога, она же другая. Там же две задачи. Там работа. Через дыхание уйти в процесс уже сознания. Вот в чем разница. Ну а там и там закачка есть как бы. Но опять же на каком уровне. То есть если йога, она через расслабление. Это мы сказали расслабление на уровне мозгов. Но на уровне физики тоже уже не расслабляетесь. То есть вы уже расслабляетесь. Вы мышцы тянете за счет расслабления. Через дыхание. Они там не могут такого сделать. Поэтому травма она более для них доступна. Там какое дыхание? Дыхание или нет. Дыхание? Да, на дыхании там бывает. Да, на дыхании. В плавании? Да, на дыхании там. Дыхание там. Само производное там. Дыхание там. За счет физики. А правильное дыхание. Я про это говорю. Йога это наука о дыхании в целом. Есть так сказать грубо. Там много чего еще, но о дыхании. А в фитнесе этого нет. Там другая. Там надо картинку. Там должна быть красивая картинка. Ты должен крутануться красиво. Перевернуться красиво. У тебя тело должно быть красивое. То есть все должно быть красиво. Ты пришел. Тебе показывают. Красиво. Тридцать раз перевернулись. Раскрутились. Потом там с вышки. Десять раз перевернулись. Красиво упали. Задачи другие совсем. Да. Дыхание с носом. Вдох. Вдох носом. Выдох. Ну да. А это надо. Ну вот. И все. Насколько хватает? Да. Да. И опять же, если это профессиональная деятельность спортсменов. Вы сами знаете, что профессиональные спортсмены, они в основном все больные и какие-то получают проблемы с какими-то частями тела. То есть тело испытывается в родогрузке? Да. А расслабления нет. Расслабления нет. Вот и все. Вот в чем разница? Ну что? Я хотела спросить. Вот какие асаны в первой серии особенно требуют банхи? Ну, например, ты делаешь асаны в насилии. Ты можешь ее сделать. Но если подключить банхи, то асаны преобразуют серию. Я уже сказал. В принципе. Ну, кроме подъема. Кроме подъема. Да. Где тебе надо поднять тело, там без банхов невозможно. Если ты стоя стоишь стоячий блок, то ты можешь, в принципе, делать без банха. Ну, наклоны. А? Почему нет? Они везде нужны. Да. Почему нет? Они везде нужны. Наклон. Вот. С чематанасана. Наклон. Ты можешь углубить наклон. Да. А мулабанха это не нужна? Почему не нужна? Это автоматически. Это одна цепь. Мулабанха. Мулабанха. Удиянха. То есть вы подтягиваете. Эти мышцы, фасцы все стягиваются. То есть ты, по сути, отдельно мулабанха никогда не сжимаешь. Ты сжимаешь. Она не работает так. Это все. Это одна схема. Одна схема. То есть, если у тебя есть мулабанха, может быть, это не сразу, но все равно это одна цепь. То есть она подтягивает уже тонус. То есть вы можете поработать, сжать, и вы почувствуете, как живот в тонусе уйдает. Просто живот в Диана Банха. Просто если мы берем отдельно, как у Диана Банха, у Диана Крии, то есть вы отдельно ее втягиваете. И это другое. На вдохе сделаете вдох, выдох и... Ну или там, да. Это отдельная техника. Когда вы делаете в асанах, она не такая глубокая. Вы ее подтягиваете, просто вы чувствуете, что живот у вас не вываливается. Он не вываливается, а он здесь. И он это дает вытягивать до вытяжения. До вытяжения. Поэтому стоя асаны, они легче. Потому что там не надо поднимать себя. А где уже сидя и виньясы, да, это все, это уже без этого сложно. То есть, по сути, когда речь идет о том, что нужно держать Банху, то речь идет о том, что ты держишь в Диане, а она подтягивает Мула Банха. Нет, сначала Мула Банха, а потом Мула. Ну или можно и оттуда, и оттуда идти. Ну, вообще, как бы, это снизу все. Снизу. Ты поднимаешь себя снизу, а не сверху. А снизу это Мула, а потом Диана. В Дианхаха вы делаете? В Дианхаха вы делаете, где вы делаете Дианхаха? В Дианхаха вы делаете только в Пранаяне, либо в Сидящей. Вот у вас два перехода, вы делаете здесь. И здесь. И здесь. Все, вы дышите. Я имею в виду комплекс асан. Наш. Если вы дышите отдельно, опять же, это в Пранаяне. В Дианхаха используется. Вы опускаете, здесь артерия выжигается, чтобы кровь приставила. В голову не прошла. Я на самом деле хотел одну асан показать. Она сложно всем дается. Скрутки. Да. Какое определение скрутки тут? Поворот. хорошо, ну совсем не точно не точно любая скрутка скруток не хватает помимо еще помимо еще скрутка а еще какие у нас скрутки давайте пройдемся по комплексу какие у нас скрутки триконасы бей хорошо скрутки скрутки все равно пошатся ну пошатся достаточно как скрутка разворот это интересно а дальше можно что-то еще сказать интересно сначала потом разворот слушайте формулу скруток разворот плечевого сустава относительно закрытого таза и 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 Когда включается 7 в первую очередь Что она делает? У нее не было? А потом встали Кто будет потом? У кого еще? Сделаешь? У меня нет У меня нет Скоро не делал Да Вот эта вот отстройка Вот видите плечо ушло в колено Смотри, ты пока делаешь с коленами Это хорошо Но со временем надо убивать колени То есть ты к этому тоже не привязываешься А мне это показали? Нет, это хорошо Вот стоп По поводу коленей Вообще в согнутой ноге всегда Это вариант Он имеет вместо высоты Везде в практике Согнутые колени Но это вы не шли начинающие На вас На вас начинающие Должны выпить Должны выпить Должны выпить Утхита хаса Падангушт хаса Согнутые колени Должны выпить Должны выпить Да Понимаете, да? То есть вы как вспомогательный момент То есть это просто легче Легче Да Ну полный, грязный Должны выпить А то есть как сказать? Лучше с прямой ногой Лучше Лучше Сначала мы отправим скрутку А потом Уже все остальное Если мы можем поднять ногу То мы поднимаем ногу Если мы не можем пока ее поднять То мы не понимаем Но у нас скрутка есть Это же скрутка Вопрос Зачем выпрямлять колени Вопрос Зачем вы спрашиваете? То есть где у вас Мы сейчас сказали О том, что это Головинка асана То есть для начинающих Полный глян асаны Он делается без слома Асаны По ощущению Что ты там еще На вот классе Ускоряешься На этой асаны По ощущению Что ты там Какой раз и начинаешь считать Уже кто-то еще может Туда начинал Потому что тебе сложнее И я вижу Когда все уже нашли Ты еще не нашел Поэтому для тебя это Стрихотаж Я сейчас начал Платить раньше То есть ты Все еще дома Ахахахахаха Я сейчас обычно не начал Я уже пришел Заходить чтобы Войти Ну это тоже Кипервиар Ну да Но ты должен все равно Подсчет двигаться Понимаешь То есть я могу начать Сразу же После того Да, как в Лешовов Там И меня сюда Сразу сбегаешь И делаешь То есть Вопрос в чем Вопрос в чем Пока вам надо Дополнительные Врянки делать Вы их делаете Но потом Вы их убираете Все Они есть Потому что Сложно А потом Сложно Потом Вы работаете уже С дыханием В салон Ну конечно Но Может На самом деле Нет Потому что Я когда в Майсоре был Я занимался Там даже Стрихнули Без имен Просто Преподавателем И он делал Как раз С коленой Я думаю А что ты с коленой делаешь Ну Меня просто удивило Я потом Мы на классе сделали И я такой Обратил внимание А что он ставит Он нормально делает Практику А коленой ставит Ну то есть Какой-то такой А он такой А мне так легче найти И все Понимаешь То есть У него своя какая-то У меня есть идеология По этой основе И он ее делает Я говорю Ну по поводу Сделай без коленой И он раз Сделал без коленой Я говорю Ну и чего А в чем суть Он говорит У меня так легче И все И он делает Это уже 10 лет Я про это и говорю То есть Вопрос в чем Что не факт Что она отвалится Понимаешь Пока тебе кто-нибудь Он скажет А что ты ставишь А ему ввели колену И он такой Убрал А ему так уже И так классно Понимаешь Вот это такой Вряд Вот эти штуки Они могут не уходить Годами Десятилетиями Конечно Конечно И еще одна тема Когда вы останавливаетесь Да На колене То вам надо Док Еще Док Еще Спущите А вам Ну а если мы берем Вдох 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 Об этом речь Это вот Геннадий То есть Если вы Асана не отработали Вам надо там дышать Больше А если она отработана Вы там Свистите Влетаете Вдыхаете Значит Пока Вот Пожалуйста То есть Дополнительное Движение Вдох 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 По этой Асане Понятно Да С этой Асаной Лутхита Паршута Наск Сначала Надо Отстроиться Даже если без колен Александр Без колен Без колен У него тоже травма, я ему все время сюда выпрямляю, то есть здесь ты тоже работал. Это асана сложная, не только там работа, а еще и здесь. Вот, посмотрите, посмотрите сюда, подни колено чуть-чуть. Смотрите сюда, выпрямляйте. Вы видите, сколько до вытяжения, ну тонких, да, можно еще это делать? Если вы будете вниманием выводить колено вперед. Колено вперед, а это вытягивается. То есть две стороны, и туда, и сюда. Эта нога включает, а это вытягивается. И еще и все выводили. Это мы сейчас говорим про ноги. Асана сложная на самом деле. Давай, все-таки с этой стороны сделайте. С этой стороны сделайте. Сделай колену, мы сейчас проверим. То есть, смотрите, вот с этим мы отстроили, да? Нога, видите, вот это вот движение маленькое. А ножма тоже, да? Вот это менее, вот это обратите внимание. Колено чуть вперед. А теперь вверх вперед. То есть, руками скрутка, скрутка. Начинается, откуда у нас? От Убияны в Англии, да? Мы ее должны вытащить. Убияны в Англии. И сейчас Александр почувствует совсем другое ощущение. Колено вперед поддавливаем. Один, два. Смотрите, как у нее рука идет. Она рука идет прям ровно. Ровно. Вы когда так будете делать, совсем у нас она будет. Она не здесь, а здесь. Выходим. Самый идеальный. Все. Все. Лучше поедем. Посмотрите. 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 Вот это вот до. Это еще далеко вам больше. И самое интересное, что шарах, он подходит ко всем. Начинается сверху. Постоянно. То есть ты уже видишь не вот так, а вот так. Это вообще другая работа. Это вообще другая работа. Эта асана на головах поменяется. Совсем. По-другому. Потому что у вас голова. Вот так. Совсем другие ощущения. Ну пока все правильно. Вот. Молодцы. Весь комплекс. Не, не, не. С самого начала. Мы радуем с Богом. Продолжение следует... 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 И так уже ничего не сделается, потому что кастами надо готовиться. И вот эта линия, как раз, она это делает. Перед тем, как опуститься, вы все чик-чик-чик-чик. И после этого уже вас не входите и опускаете. Перед тем, как опуститься, мы делаем вдох опять же. Да, и здесь тоже еще. Тоже, вот эти, это тоже раскрытие. Перед тем, как оплом сделать, все время делайте вдох. С этим вдохом следует вдох. Еще не работайте. Спасибо. Идем в дом. У нас уже кажется, что все разводится. Ну, я так вот, правильно, правильно? Да, держа. Потому что до смысла потерялись. Вот он такой. В процессе. Да.